Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре будет два автомобиля. Это Subaru Forester 2022 года, абсолютно новый рестайлинговый. Ну и пройдемся по отличиям от 2021 модельного года и сделаем тест-драйв машины. Поехали! Полное ускорение. Ну что, друзья, начинаем, наверное, мы с рестайлинга с 2022 модельного года. И сразу для того, чтобы вам было наглядно понятно, чем отличается он от дорестайлингового 2021 года, вот наша дорестайлинговая машина. Вот с этого ракурса будет вам наглядно видно, чем эти машины отличаются. В буквальном смысле Subaru Forester обновился очень-очень-очень-очень лайтово. То есть фактически по механике здесь, ну вот, можно так сказать, нет изменений серьезных. Давайте начнем с внешних изменений. Как видите, у нас новый блок фары, соответственно у нас фары отличаются. У нас теперь немного отличается рисунок ходовых огней, дневных ходовых огней. Также у нас отличие в решетке фальшрадиаторной решетки. Посмотрите, как она выглядит здесь. Она тоже черная, но у нас здесь поменялась структура этой решетки, наполнения, ячейки и, собственно, вот эта модель дорестайлинговая. То есть вот этого хрома как бы уже нет. Диски одни и те же, абсолютно никаких отличий нет. Дальше бампер у нас отличается. У нас новый бампер, как видите, у нас вот такая вот здесь штамповка идет на рестайлинговой модели, на доресте ее нет. Туманки у нас находятся фактически в том же месте. Обрамление вот этот пластик вокруг противотуманной фары, он поменялся, стал такие вот три рифленые полоски. Здесь у нас вот обычный дорестайл. При этом также поменялась вот эта вот часть бампера, накладки даже можно сказать. Вот она теперь вот такая. Здесь ее фактически как бы нет. То есть добавили такую дополнительную выступающую губу. Причем по наполнению дальше внутри абсолютно никаких изменений нет. Сзади абсолютно никаких изменений нет. Все то же самое. Полностью отличается только передок. Ну как полностью, только что я вам показал. Вот отличия, которых сзади нет. Абсолютно один и тот же автомобиль. Честно, для меня этот фейслифт очень непонятный, потому что, ну, хотелось бы видеть больше изменений. Честно, хотелось бы видеть больше изменений. Так как вы сейчас увидите, собственно, полностью внутрянку салона, которая там вообще никак не поменялась. Я даже в салон не буду заглядывать. Я вам покажу только наружные отличия. Собственно, я вам уже их показал. Я расскажу то, что теперь в базе у всех автомобилей есть электронный ручник и автохолд, то есть удержание автомобиля во время остановки. То есть нет надобности держать педаль тормоза нажатую постоянно. Также субаровцы обновили систему iSight. Они якобы обновили камеру. Я не знаю, насколько эти камеры обновились здесь, потому что, ну, вот как они выглядят здесь. Не знаю, насколько вам это видно. Вот как они выглядят здесь. По-моему, кстати, поменялась система. Да, вот посмотрите на форму вот этих всех радаров здесь и посмотрите вот сюда. Скорее всего, да, здесь изменения есть. То есть внешне, как минимум, эти блоки отличаются. Они вроде как их перекалибровали, добавили более широкий угол обзора для того, чтобы эти системы все могли следить в более широком диапазоне за дорожной обстановкой. Дальше. Ну и усовершенствовали алгоритм работы. По салону, ребят, абсолютно никаких ограничений. Но только теперь здесь, вот в 22-м модельном году, климат-контроль умеет понимать жесты. И теперь во всех комплектациях, кроме базовой, так как у всех есть полный привод, но вот почему-то кроме базовой, но теперь у всех стандартная система распределения, то есть векторизация тяги, да, между осями и непосредственно между колесами. Вот такие, собственно, изменения. То есть, грубо говоря, можно сказать, что фейслифт очень-очень легкий вот на единицу из десяти. И в остальном, ну, такие вот по комплектациям небольшие штрихи мелкие, да, ну и усовершенствована система предотвращения столкновения. И, кстати, здесь еще есть активное экстренное рулевое управление, когда машина может сама объехать препятствия. Теперь это стандартно также во всех моделях. Теперь переходим к обзору машины, собственно, комплектациям, ценам. И дождитесь тест-драйва, будет интересно. Это максимальная комплектация. Версия Торинг стоит 37,5, ну, в общем, 38 тысяч долларов округлим. Люк, кожа, электропривод багажника, система iSight, соответственно, которая включает в себя все помощники. Мы это уже видели на Subaru Ascent. Forester, в отличие от Legacy и Ascent, он официально представлен на рынке СНГ. К сожалению, почему-то, я не знаю, но для него недоступен новый 2.4 Turbo, который ставится, соответственно, на вышеупомянутые модели. Поэтому он комплектуется исключительно 2.5-литровым оппозитником на 185 лошадиных сил. Крутящий момент я обязательно сюда приложу. Ну, внешне, в принципе, он такой же, как и до рестайлинга. Ну, я имею в виду, вот, преемственность сохранена абсолютно. То есть, это тот же Forester, который был там 15-16 год. Абсолютно узнаваемая модель. ДРЛ-ки диодные. Остальные лампы у нас обычные. Лампы накаливания, в том числе поворотник. Туманки у нас похожи на диодные туманки, кстати. Удивительно. Я потом обязательно приложу сюда непосредственно точную информацию по этому всему. Диски у нас, насколько я понимаю, стандартные 18-е. 225 на 55. 18-е, естественно, плавающая скоба обычная. Ну, ребят, это труженик. Это прям драйвер продаж. Соответственно, это бестселлер, как бы, всей марки Subaru. И держится очень много продаж именно на Forester. Давайте посмотрим, что у нас в багажнике. Здесь у нас такая вот опциональная сетка, я так понимаю. Это или для каких-то грузов, для того, чтобы они непосредственно не попадали в салон. Или же для домашнего питомца, скорее всего, наверное, для второго. Здесь у нас целая обилие крючочков. Раз, два. Зарядочка 12 вольт. Здесь мы этим можем сложить задние сидушки. У нас еще дополнительно полочка. У нас опционально, у нас, так как версия максимальная, система аудио Harman Kardon. Все неплохо. Полка такая достаточно серьезная. Тут у нас органайзер. И давайте посмотрим, что у нас там. И там у нас докаточка с инструментом. В принципе, все нормально. Все должно быть тихо, так как все закрыто вот этими вот пенопластовыми панелями. Больше здесь ничего интересного нет. Объем багажника обязательно приложу. В принципе, достаточно вместительный. Давайте посмотрим. Да, у нас спинки, к сожалению, не будут регулироваться здесь, так как у нас одно фиксированное положение. И в этой версии у нас электропривод багажника. Соответственно, вы можете или заблокировать автомобиль и сразу уйти, или просто закрыть багажное отделение. Касательно двигателя. Сейчас мы посмотрим на этот могучий 2,5 литровый. Сейчас. Опа, одной рукой немножко неудобно. Вот он, боксер 2,5, оппозит, 185 лошадиных сил. У нас аккуратненько вот так вот закрыта верхушка двигателя, как обычно, пластиковой накладкой. Довольно-таки низко расположен двигатель. Поэтому, собственно, и есть фишка как бы Subaru. Вот оно все. Вот у нас наш масляный фильтр. Простенько все и надежно. Наверное, надежно. Не буду судить. Пошли, давайте начнем наше знакомство с заднего ряда. У нас автомобиль имеет кожаную отделку. По дверным картам Subaru радует. В принципе, что Outback, что Ascent у них. Внимание к деталям есть. Получше, чем у некоторых японцев. Не будем называть каких. Здесь, правда, у нас все такое дубовенькое. Здесь дубовенькое, но такая фактурная интересная вставочка. И здесь у нас такая мягенькая тоже вставка. Это не кожзам. Это как вот такой вспененный, как полиуретан. Что-то типа такого. Стандартные стеклоподъемники у нас во всем семействе. Дальше. Здесь у нас кожзам. Ну, это кожзам. Так называемые не leather, а leatherette. Дальше у нас здесь вот есть кармашки. В двух сиденьях. Это прям плюс. У нас вот такой вот здоровый люк. Сидеть удобно. Сидушку я под себя настроил впереди. Соответственно, опустил полностью вниз. Соответственно, здесь у меня место для стоп есть. Учитывая, какие у меня высокие кроссовки. Вот, собственно, и качество Subaru уже распадается на мелкие запчасти. Как-то я не буду... В общем, не могу я туда притулить. О, все. Нет. Ну, в общем, вы видите, короче, она отскакивает легко. Это говорит о том, что это, конечно... Ну, это мелочь, конечно, да? Но все равно неприятно, да? Как я сказал, кожная обивка, естественно, здесь у нас в лучших традициях японцев. Вот такая вот застежка молнии. Без нее, конечно, никуда. Смотрится это все как чехлы. Автормаркет. Хорошенько дует у нас кондер. Слава богу, у нас здесь есть дефлектор. И, наконец-то, все больше и больше автомобилей имеют эту опцию. Хотя это must-have, как по мне. Плюс у нас есть подогревы в задних сиденьях. Сама у нас кожная обивка достаточно грубоватая. Также у нас есть подлокотничек с двумя подстаканничками. Что еще? Сиденья довольно-таки плоские, задние. То есть здесь вообще можно кататься, как сыр в масле. Туннель у нас, кстати, достаточно скромных размеров, несмотря на полноприводную трансмиссию и полноприводную платформу. К сожалению, спинка у нас не регулируется. Соответственно, сфиксированный угол наклона сидеть достаточно удобно. Давайте я закрою дверь. Двери, кстати, так плотно закрываются. Да, такой звук неплохой. Можно положить локоть вот сюда, вот на подлокотник задний. Достаточно удобно. И второй сюда на подлокотник центральный. Места предостаточно. Мой рост метр девяносто три. Смотрите сами. Отлично. То есть так себе. То есть втроем, в принципе, можно усесться более-менее. И третий пассажир, он не будет здесь прям страдать, конечно, сильно. Так как у нас, я сказал, туннель достаточно небольшой. Идем вперед. Вот, в принципе, задний ряд у нас одобрен. Несмотря на то, что это не Ascent, и он не имеет такой огромный кузов, где может разместиться до 8 пассажиров. Дальше у нас здесь есть бесключевой доступ на передние двери. Сами ручки у нас хлипенькие. Ну, это уже придирка. Дальше. Садимся вперед. Здесь у нас все то же самое, как и у задней двери. Совмещение вот таких вот мягеньких вставок с дубовыми этими вставками. Соответственно, только передние электростриклоподъемники у нас имеют режим автоматического поднятия и опускания. Симпатичные вот такие металлизированные у нас ручки. Классно, что есть память сидений, но, я так понимаю, это только в версии Touring. По версиям, в принципе, есть у нас Premium, это, по-моему, база. Limited идет. И вот Touring, это самое максимальное. Кожа имеет Limited и Touring. Дальше. Здесь у нас целая россыпь кнопок. Здесь у нас, естественно, электропривод багажника. Здесь отключение фар, которые могут следовать за рулевым колесом. Это что-то типа IFL у Toyota. Здесь можно выставлять, на какую высоту будет открываться пятая дверь. Естественно, регулировка яркости. Отключение системы iSight. Отключение мониторинга слепых зон. Отключение Start-Stop и отключение стабилизации. В общем, все надо отключить здесь и поехать. Тогда будет все нормально. Давайте я сделаю потише. Убавлю скорость вентилятора. Минусом огромным, как для меня, является то, что здесь, как и в S-Center, разделен у нас экран на два таких экранчика. То есть верхний у нас показывает какие-то общие параметры. Допустим, кондиционер. Еще какие-либо. Вот, можно вот так вот листать кнопкой Info. То есть здесь у нас показывается безопасность водителя. Вот на этом маленьком экранчике. Тут у нас распределение крутящего будет показываться. Угол наклона кузова. Система iSight, то есть степень наклона кузова, уровень аксель, ускорение. В процентах, вот я поддаю газу, он меняется. Погода, это очень важно, конечно, здесь. Без этого, конечно, никуда. Навигация, аукс, расход топлива, день, дата. Ну и все, в принципе. Естественно, вы можете зажать здесь кнопку Info, и тогда вы можете прыгать по менюшке. Дальше. У каждого, кстати, из этих экранчиков своя контекстная менюшка. Но для того, чтобы попасть в основное меню, попасть в основное меню, надо зажать кнопку Info. Ну и дальше вы уже бегаете по этой менюшке, различные там настройки себе делаете. В чем, вот так вот это видно, извиняюсь. В чем минус этой всей системы? Она жутко неудобна, потому что этот верхний экранчик, он управляется вот этой вот кнопкой Info здесь. Что очень нелогично. То есть вы, по сути, можете нажимать единоразово ее и попадаете на различные экранчики вот того вот, менюшки вот того вот экранчика. Для того, чтобы, собственно, управлять вот этим вот дисплеем. Вам надо управлять вот этими пришитыми, как не пришей кобыле, хвост кнопками. Ну реально, да это полный бред. Я ненавижу машины, у которых вот эта вот хрень, конечно. Это прям вообще печаль беда, неудобная. И это как автор-маркет какой-то. Также у нас есть подогрев руля, в такой же стилистике выполнен. Я не знаю, почему не уменьшить, не сделать более аккуратненькими кнопки на руле и не втулить сюда пару кнопочек дополнительно отсюда. Ведь это неудобно реально. Да, эти кнопки остаются на руле при повороте руля. Они не фиксированы, понятное дело. Но это все равно жутко неудобно. Это выглядит как японцы там 85-86 года, которые еще тогда не додумывались, а производители, ставить такие кнопки сюда, непосредственно в спицы. Они вот делали какую-то вот такую приблуду. Жутко неудобно. На это все, конечно, можно привыкнуть, но я считаю, это минус автомобиля. Ну ладно, проехали. Здесь у нас управление непосредственно системой безопасности. Это адаптивный круиз-контроль. Мы можем здесь менять дистанцию до впереди идущего автомобиля. Удержание в полосе и подруливание. Система мониторинга знаков, усталости водителя, экстренное торможение. Соответственно, все это здесь есть в рамках всей этой системы iSight. Автомобиль достаточно адекватно себя ведет в этом плане. Сам экранчик здесь у нас достаточно маленький. Такое вот давление в колесах, сколько до заправки, скорость. То есть, самая необходимая информация есть, да и нормально. Очень бедные, скудные приборы. Читаются они, в принципе, адекватно, но мы видим, насколько они пустые какие-то. Да, вот могли уже сделать как-то симметрично эти шкалы и разметку, да. Но вот у них почему-то как-то так. Все это вот ноль у нас здесь не снизу, а вот как-то на девятке, на девять часов. Ну, ладно, это уже такое все. Дальше. Здесь у нас экранчик печальный, конечно. Он наподобие такого, которого мы видели уже в Ascent. Для того, чтобы, собственно, свайпать по этой менюшке, надо хорошо так палец прикладывать. И это прям жутко неудобно. То есть, отзывчивость у него, sensitivity, да, то есть, чувствительность экрана здесь просто печально. То есть, я не могу сделать вот так. Ну, хотя можно. Ну, короче, надо как-то вот ловить момент или прям совсем легенько, или прям сильно вот нажимать. Сейчас надо сильно. Для того, чтобы листать в другую сторону, можно аккуратненько, так слабенько листать. В общем, непонятно, как она работает. Здесь настройки автомобиля, времени, настроек, собственно, освещения и тому подобное. Также есть какие-то настройки на том экране. Я не буду углубляться сильно. Здесь все то же самое, как и в Ascent, мы помним, да, вот эти калькуляторные кнопки из 90-х японского калькулятора Casio. Или как он там назывался, по-моему, так. Сюда же можно у нас еще диски, я так понимаю, вставить. Все очень неплохо. Subaru следует традициям из 90-х. Здесь у нас двухзонный климат-контроль, кнопка старт-стоп. Климат работает хорошенько, естественно, сейчас минимальная температура. Сидушки у нас достаточно удобные. Электропривод есть у пассажирского. Да, у пассажирского и у водительского сиденья. Это приятно, это хорошо. Не зажали. Здесь у нас, собственно, шифтер вариатора субаровского CVT. Lineatronic, по-моему. Дальше. Здесь у нас шифтеры также на руле, под рулевые переключатели. Довольно бодро едет машинка. Я сейчас посмотрел, вот как мы ускорились, да, и от дилера. И достаточно адекватная едет машинка. Сейчас мы больше это покажем все в движении. Электронный ручник, автохолд, управление X-молдом. То есть это подтормаживание колес и, собственно, работа стабилизации. То есть здесь можно выбирать. Вот, я сейчас буду крутить. И там у нас будет, и там, и там у нас будет отображаться. X-молд, да, это глубокая грязь и снег. Есть просто снег и грязь, есть глубокая снег и грязь. И если нажать, то нормальное, как бы, движение. Собственно, это все у нас управляет системой стабилизации и подтормаживанием выборочным колес. То есть это имитация, электронная имитация блокировок колес. Ну и здесь, конечно, просто печальнейшие кнопки Hi-Low. Это мне напоминает Mitsubishi. Наверняка еще завалялись остатки на складах. Из начала 2000-х или конца 90-х годов. Два подстаканничка. Под подлокотником у нас такая глубокая ниша, в принципе. И там еще одна зарядочка на 12 вольт. Дальше. Здесь у нас все обшито мягенько, приятно. Автомобиль, кстати, очень просторный. В плане не просторный. Ну да, он и в принципе просторный. И по виде, по обзорности он прям шикарный. Огромная площадь остекления. Прям очень приятно сидеть. Светло. Вот как-то прям плюс. У нас люк. Вот такой вот большой, огромный. Не буду открепить, потому что солнце будет бить. Ну и собственно бардачок. Достаточно вместительный, пластиковый, ничем не обшит. Здесь у нас тоже просторочка везде. Ну, приятный салон. То есть в плане потребительских качеств. Те, кто не любит придираться. Вот это вот не постоянно, не ищет где там дубовое, где мягкое. Это абсолютно нормальный, адекватный автомобиль. Начинается он примерно с 25-26 тысяч. Базовая версия. Там будет все то же самое в плане двигателя и трансмиссии. Единственное, конечно же, будет отличаться по напичканности комплектации. Вот этот экран у нас, по-моему, стандартный. Вы больше не можете получить, в отличие от того же Outback или Legacy, где огромные такие планшетные экраны. Вот как-то так. В принципе, неплохо, неплохо. Харман Кардон. Прям лухари, конечно, в этом плане. Здесь у нас вот такая вот мягкая-мягкая обивка вот этих вот стыков. И она выполнена вот такая вот фактурный 3D-дизайн. Ну, прикольно смотрится, кстати. Здесь у нас можно телефончик положить. Там у нас также AUX, USB, еще одна зарядочка. Да и все. Здесь у нас навигация также в этой комплектации. Машина напичкана всем, чем только можно. То есть она абсолютно адекватна для 2021 года. Здесь вообще никаких вопросов нет у меня. Салон приятный. Приятнее, чем в некоторых японцах. Например, Toyota. В некоторых моделях не всех, конечно. Слава богу, у Toyota есть парочка прям совсем интересных моделей. Но за свои деньги, я считаю, вот если не брать прям топ, если брать что-то среднее, то абсолютно адекватная машина. Единственное, что она будет поджарать топливо. Что-то там порядка 24 или 25 миль на галлон в городе. Я точно приложу цифры. Ну что, ребят, хоретро деть. Поехали посмотрим, как машинка управляется. По комфорту, по мягкости, по динамике. И будем делать выводы. Поростор движения. Погнали. Мягенько проходит. Дорожка тут не самая лучшая. Но идем комфортно, идем мягенько дальше. Тормоза достаточно вяленькие. В принципе, машина адекватно реагирует на нажатие педали тормоза. Полное ускорение. Ох, е-мое, с какими потугами он едет. Нет, 2.5 здесь вообще недостаточно. Ну, спокойному человеку достаточно. Я неспокойный человек. Мне бы топнуть. То есть, я вообще, в принципе, езжу спокойно. Но вот иногда хочется так ускориться плавно. Чтоб не было вот этого вот боли и печали. Вот чтоб мотор навзрыт, знаете, работал там. Не хватает, конечно, 180 лошадей. Почему Subaru не ставят сюда 2.4 турбо, я не знаю. Вообще не понимаю. Ну, так разогнались. Едем 50 миль в час. Достаточно тихо едет автомобиль. Комфортно, мягенько. По люкам чуть-чуть проехались. Адекватно едет машинка. Никаких вот сейчас еще один люк. Достаточно мягенько. Плавно идет машинка. Если нет никаких у нас здесь откровенных, конечно, ям и неровности. Вот сейчас везде мы вот проехались. Плавно, 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 плавно. Вообще никаких вопросов нет. Руль очень легкий, комфортный. Управлять автомобилем приятно, комфортно. Поворотнички у нас. Ну, в принципе, вот так вот тихо. Шумоизоляция, она достаточно, кстати, я вот удивлен, в неплохом уровне находится. И, ну, вообще у меня к этому вопросов нет. И реакция, кстати, да, на педаль газа прям молниеносная. Ну, вот, конечно, вариатор, да, это... Его завывание дичайшее просто, дичайшее завывание. Оно, конечно, как я уже 10 тысяч раз говорил, это самое неприятное, что мне, собственно, мне это не нравится в вариаторах. Так, сейчас мы по трассе проедемся. По хайваю точнее. Ну, еще бы, чтобы не попали за каким-то мусоровозом во время тест-драйва. Вот сидишь высоко, хотя сидушка у меня в самом низу абсолютно, но вот все равно ты сидишь, ты чувствуешь, что ты сидишь в автомобиле довольно высоком. Само вот переключение, да, вот этих вот виртуальных передач происходит очень плавно. В этом вопросов нет, как бы. Никаких подергиваний, да, то есть тем же по сравнению с классическим автоматом, все-таки я понимаю людей, которые выбирают вариатор. Он и экономичней будет, он и более комфортный и в плане переключения, в плане езды. Ну, вот мы сейчас идем 50. Какой у нас здесь расход? 99,9, отличный расход. Средний 22,4. Ну, вот в пределах 24, я думаю, будет. Так, съезжаем. Газпол. 60 было. Ну, по ощущениям, автомобиль едет порядка 8,5, где-то 9 секунд. Вот он едет неплохо, у него отклик живее. По сравнению, например, с тем же X-Trail, мне кажется, этот будет поинтереснее автомобиль в плане динамики. Так, у нас труппер, стоит труппер впереди, поэтому особо здесь не получится порысачить. мягенько автомобиль проходит. Сейчас вот, правда, хочу найти какую-то местность, где можно по каким-то вот таким вот бугорочкам хотя бы, по, я не знаю, по каким-то более-менее неровностям. краю, а вот сейчас я найду это место как раз. Здесь такая дорожка, не очень. Оно вот такая ложбинка у нас здесь. мягенько, достаточно адекватно проходит. Неплохо. Неплохо рулится машинка. Адекватно. Вот хороший, сбитый автомобиль. Вот к тому, как он едет, вот честно, у меня вопросов вообще нет. На свои деньги адекватно. Отзывчивость двигателя прекрасная. Вот реально по сравнению с тем же Outlander, да, он больше Outlander, заметно. X-Trail он, по-моему, чуть больше тоже. Надо, кстати, посмотреть по весу, как там у них. Вот этот двигатель, он как-то настроен прям в 500 раз лучше. То есть ты вот нажал, да, он без турбины, без ничего, но все равно вот ты нажал и поехал. Все, у тебя нету какого-то тупняка. Хотя, заметим, что X-Trail, что Outlander, это тоже 2.5 Atma, это тоже вариатор. Но они обычные рядники, да. То есть Subaru у нас оппозитные, это обычные рядники. Приятный автомобиль, что я могу сказать. И я вот смотрел тесты ребят, которые его и в хвост, и в гриву, и по снегу, и везде. И этот полный привод, ну, шикос, тянет прям отлично. X-Mode работает на ура. Вот мы сейчас едем, да, грубо говоря, пробка. Сейчас мы попустим чуть-чуть машины, надо вот, допустим, ускориться резко. Да, вот где-то полторы-полторы секунды заминочка, и погнали на все деньги. Все, что может 2.5, собственно, он вот так вот и едет. Двигатель, я бы не сказал, что он слишком громкий, чересчур громкий, да. Ну, как бы достаточно отчетливо его слышно. И в этом классе автомобиля это нормально. Мы тестили вон Explorer, и там, конечно, его трехлитровый эко-буст прям орет, что невменяемый. Даже при небольшом нажатии на педаль газа, прям неадекватно громко как-то он работает. Здесь плавно. Вот плавность трансмиссии прям зачетная. У меня к этому вопросов нет. Допустим, нам надо обойти машину. Обошли. И поехали дальше. Не, нормально. Вот на свои 2.5, 185 лошадей едет прекрасно. Вопросов у меня нет. Расход, конечно, здесь такой себе, если честно. В остальном машинка сбитенькая, машинка упругая. По шумке вообще вопросов нет. Классно едет машинка. Встанно мне поправляют машинка. Вот эти вот уменьшительные слова. Ну, ребят, ну, как бы я же там не какой-то непонятный, дерзкий чувак. Просто вот как бы так привык разговаривать. Нормально, без мата, без ничего. Хаять я не буду этот автомобиль. Я знаю, что многие уже его потестили. И я не претендую на какой-то там супер объективный обзор. То есть я с вами в своем блоге делюсь своими впечатлениями. Исключительно свои впечатления по автомобилю. И вот, кстати, у нас большой лежачий полицейский. Давайте проедем. Не, плавно, плавно. Вот Subaru они умеют делать подвеску. То есть, по моему опыту, Ascend, Outback, который мы потестили. И Legacy, который я собираюсь. Ну, Legacy пока что собираюсь. Ну, вот и Forrestler вот в придачу. У них подвеска очень похоже настроена. Давайте я вообще не буду тормозить. Вот так вот мы едем. И нормально. Класс. Мягко, упруго. Вопросов нет. Вот, блин, сейчас вообще нет. Сейчас надо все-таки притормозить. Вот так вот. Нет, четенько. Четенько машинка едет. Вообще никаких. Ни намеков на то, что какое-то пробитие идет. Да, то есть. Класс. Приятно идет автомобиль. Надо, ускорились. Все, реакция хорошая, незамедлительная. Ну, как там, секунда-полторы это норма. Что, будем делать выводы? Да, старт-стоп, кстати, вот только что сработал. Прям такой дерганный, конечно. Не плавно работает. Это минус. Подводим выводы. Машинка понравилась. За свои, в принципе, 30 тысяч, которые стоит средняя комплектация, 30-32 тысяч, вы получаете полноприводный автомобиль по умолчанию. В отличие от других кроссоверов, которые могут стоить 35-40 на переднем приводе. Вы получаете уже сразу полный привод, постоянный, субарусский, фирменный, с режимом X-Mode. То есть, вы сможете спокойно проезжать различные, вот, кстати, дорожка так себе, проезжать достаточно спокойно различные погодные условия. В том числе и снегопад, там где-то снег выпадет и тому подобное. Скользкая дорога. В этом плане Subaru и фирменный ее полный привод делают, решают. По ощущениям салона у меня вообще претензий тоже никаких нет. Есть, конечно, дешевые материалы, дубовый пластик и тому подобное. Но, ребята, у кого его нет, ну вот, честно, объективно посмотреть. По функционалу всех систем все есть. По системам безопасности все есть и даже больше, чем надо. Адекватно это все работает. Я не знаю, как бы... Экран, да, маловат. Хотелось бы, может быть, побольше экранчик. Багажник достаточный для этого размера автомобиля. Площадь истекления просто громадная. То есть, видимость здесь шикарная. Зеркала достаточно информативные. Капот виден. То есть, по габаритам автомобиль воспринимается легко. Никаких вопросов нет. Неровности. Вот мы сейчас едем по них хорошей, не очень хорошей дороге. Неровности проходят адекватно. Кузов не трясучий. Адекватно он все проходит. То есть, такая подвеска упругая. Я считаю, за свои деньги адекватная машина. И не зря они здесь прям, ну, очень популярны. Forrester это прям номер один по продажам. Потом идет, скорее всего, Outback. Ну, вот исторически так сложилось, что эти машины очень популярны. Особенно в северных штатах. Когда я был в 2010 году на Аляске по студенческой программе Work and Travel. Чтобы вы понимали, там Субарей было больше, наверное, чем американских машин. И это неудивительно. Эти машины ценятся здесь. За их неприхотливость. За их проходимость. Особенно в тех штатах, где полноценная зима, весна, осень. Есть слякоть, снег, грязь и тому подобное. Класс. Мне нравится. И внешний вид у него достаточно свеженький. Подтянутый. То есть, все. Это мое впечатление. Цены я вам сказал. Вилку цен я приложу. Вот скольких их начинается точно. И по крутящему моменту также приложу. И по клиренсу обязательно. Ну, клиренс здесь, по-моему, 21 или 20,5. Около этого. Так что, вот такие вот мои мысли, выводы. Это был Forester в версии Торинг 2021 года. Топовая версия за 37,5 тысяч долларов. Высказывайте свои впечатления, ребят. Как вам автомобиль? Нравится? Внешне красивый? Не очень? И тому подобное. Делитесь своими впечатлениями. И обязательно, ребят, подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет очень много интересного. Очень много классных тачек. И Subaru будет еще. И корейцы будут. И японцы будут. Бейте, ребят, в колокольчик. Потому что с колокольчиком вам придут уведомления о новых видео. Так что, ребят, увидимся в новых видео. Всем хорошего дня. Крепкого здоровья. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok